Немного про тачку. Новые соседки транспортной компании разбили зеркало левое водительское. Вот, но все нормально, они сами пришли на связь, дали денег на новое. Вот я купил аналог, аналог не подошел, поэтому тут все на скотче. Ищу зеркало, если у кого есть, присылайте контакты, потому что оказывается на рынке 99 процентов зеркал с японок, с праворуких, а значит у них абсолютно другой угол обзора и вообще это никуда не годится. Оригинальное зеркало практически не найти на просторах интернета пока что, поэтому затягивается немножко с тачкой по красоте, может вообще на следующий сезон это все перенесется дело, не хотелось бы конечно, но что делать. Другая абсолютно дурацкая ситуация. На кнопке, на брелке иммобилайзера сломались кнопки тактовые. Решил отдать их в какую-то мастерскую, но таких тактовых кнопок тоже нигде нет, поэтому сейчас вот у меня брелочек постоянно вожу с собой, сдаю во всякие конторы. Но для того, чтобы завести машину, теперь приходится делать вот такой вот бутерброд, вот такой вот, чтобы та иммобилизационная движуха пипикнула. О да, детка. Зеркало сломали, кнопочки сломались, короче, немножко я в аду. Ну знаете, в общем-то прикольно, прикольно. Вот такая ургамистика у нас. Видите, ремонты, новые здания, встаем с колен. Под звуки ломающегося дома сообщаю вам торжественно, что пока не выйдет сотый выпуск никому не нужного блога, я не буду бриться и стричься. Вот такой вот челлендж. Не знаю, зачем он нужен, но мне кажется, что это забавно. А вообще сегодня поговорим о том, как на коленке придумывать монтажный план по коротенькому сценарию рекламного ролика, потому что у нас ничего не расписано, никакой раскадровки нет, но есть некоторые задачи, которые надо решить. Я взял с собой вообще все возможные варианты для того, чтобы сделать это хорошо. Видите, кеды висят. Вы знаете, что это значит. Вот мы в студии Artplace V1. Это франшиза. Короче, помещение это мы смотрели в феврале для съемок LiPXS. Тут был просто какой-то, ну, просто раздроченный склад. А теперь ребята сделали быстрый ремонт, гримерочки, какие-то залы тут интересные. В общем, все дорого-богато. Всего за полгода пространство видоизменилось до неузнаваемости. И тут так много места, много залов. В общем, вроде как прикольная студия. Давайте посмотрим, никогда тут не было еще. Очень радужный охранник. Мы снимаем сначала в студии, а потом в гости. А потом еще раздрожим. В гримерочке лучшее место. Я взялась так неожиданно. Ты что, подстоишь? Да-да-да. Что делать, когда ты первый раз пришел в студию? Естественно, лечь поваляться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Котя. Котя, да ты хорош. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажите про стулья для блога просто. В чем философия стульев и так далее? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимаем сегодня с ребятами новую модель кашек стульев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обожаю это место. Здесь надо сделать съемку. Но пока что-то все никак, руки не доходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА циклорамина белая короче да но не до конца загоним туда стулья и будем делать стоп моушен того как они сами собираются интересно вот стук цвет люди сидят стулья у нас танцевали крутились и собирались что вы такие замучены мы все сняли одно отлично давайте собираться мы с михалычем решились узаконить наши отношения чё а зачем седло снимаешь у меня украли бывает у меня тут же угнали седло на самом деле прошлой неделе это было печально резиновый член ставлю вместо сидения как можно под настоящей защитой ну вот так вот дичайше круто все прошло всю дорогу юзал только фуджан с эриксом полнокадровым и он прям умеет короче спускаешься по лестнице а тут лежат как сегодня все прошло это никому не нужный блог блин ну чё стулья круто поснимали